здравствуйте друзья у нас сегодня на канале гость вот там у нас наши зрители александр михаилович лобок значит и вот александр где живете вообще-то в основном в москве земляки значит александр живет в москве и чем занимается тем что ездит по разным местам и пытается чем-то людям помогать ну а конкретно чем-то или так у вас широкий нет но офис и широкий ну помогать скажем так помогать с трудными ситуациями с трудными ситуациями в образовании в психологии ну в общем-то я семейный консультант например но по образованию в психолог или когда психолог я философ я психолог книжки которые описал мне куча всяких книжек написано конечно то есть если я пойду скажем там на google и там напишу лобок но если вы найдете это пиши лобок так у вас вылезет на русском языке много неприличных сайтов хорошо а как же право а если хотя на самом деле сейчас уже я победил эту тенденцию когда набираете лобок то эти неприличные сайты вырезают вырезают позже но по букву а если уж вы наберете александр лобок то выпадет огромное количество ссылок на всякое видео которые почему-то гуляют по сети на всякие мои статьи на всякие мои книжки выскочите на мой сайт кстати сайт я делаю не сам просто есть какие-то фанаты которые или фанатки которые почему-то собирают материалы из интернета и туда спихивают на чей сайт а вот сайт который называется а у лобок . но сайт ваш ну что значит мой ну делаю я его владельцами к сайта кто играет там есть какой-то там хвост есть то есть это к вам отношения не имеет то есть вы говорите там какие-то люди про меня делают сайт и куда там вывешивается какая-то информация понятия не этот я с ними в контакте но я не вполне за этот сайт отвечать давайте будем да да как шматривать на аудиторию хорошо значит с какими проблемами к вам обращаются люди как семейному консультанту где вы чувствуете что вот это ваша фишка вот то что вы сделаете вот они без вас вы может и не сделали никогда нет ну во первых когда у детей начинаются образовательные провала не просто провалите каком возрасте а начиная с нуля когда такие ключевые темы как можно понять своего ребенка когда его совершенно невозможно понять все-таки в каком возрасте мы говорят возраст два года три четыре пять шесть семь восемь девять десять или семнадцати самые разные то есть даже такие которые только мы еще и не не могут высказать вербально что а вот это самое интересное мы абсолютно не умеем расшифровывать тот язык на котором язык на котором ребенок про себя что-то высказывает и когда я просто родителям комментирую и показываю микро реакции вы понимаете ребенок говорит не просто словами и тем более не словами а он говорит какими-то паузами интонациями а самое главное эта история состоит на лице много разумеется а еще больше не на лице а то что внутри о чем никто не подозревает потому что процесс мышления который идет ребенка двух-трех лет этому это мышление невербальная научи насыщенная он же постоянно занимается собой созданием каких-то образов это как об этом знаем со стороны мы можем себя немножко припомнить немножко припомнить что с нами происходило и у нас у человека есть такая способность он способен догадываться о чем-то что происходит в другом человеке вот простейшая история вот смотрите ребенка он сидит на краю большой лужи и палочкой в луже ковыряется что он делает взрослые скажут он сидит на краю лужи и ковыряется палочкой мы можем догадаться что предположить что он не просто и даже не предположить а достаточно с высокой уверенности можно сказать что этот момент что-то сочиняет что-то в нем происходит в нем тесняться какие-то образы он его голова наполнена какими-то картинками и какими-то фантазиями он не просто ковыряется он не просто возюкается в пистике ребенок за ними все время чего-то сочиняет в нем все время что-то произошло потому что даже если взрослый мужик сидит и палочкой в лужи ковыряется у него наверняка масса всего в голове ну естественно ну конечно же это вот внешне такие правильные мы изображаем что мы все время изображаем что мы есть то что мы из себя представляем а кроме нас внешнего есть мы внутренние конечно мы внутренние это гораздо интереснее гораздо круче и гораздо непонятнее я вот студентом когда учу я говорю что когда ты идешь на интервью чтобы получить работу самое сложное это быть самим собой потому что мы сами такие хорошие все но мы не можем показать себя как мы есть мы все время какую-то ерунду на себя натаскиваем совершенно верно мы работаем вот этими внешними схемами которые мы к себе прилепили но проблема состоит в том что мы вот этого себя внутреннего и себя вот раскрыть не умеем нет вообще не умеем он где-то там глубоко спрятан вот у меня кстати где-то 20 лет назад когда я делал свои сумасшедшие эксперименты ветеринбургских школах о которых еще тогда сильно соловечек писал в первом сентября и так далее он ко мне приезжал на многих это шоковое производило впечатление когда я работал с внутренней речью ребенка с вытаскиванием и релью из ребенка и вот тогда говорю дети не могут так писать у меня в первом классе дети исписывали дети первого класса список это семь лет 7 6 6 7 лет они к концу года и списывали по 20 тетрадей своих текстов своих вы знаете мы начинали весьма не с мамой было а это были исключительно их собственные в нижнем номере нет это это был екатеринбург я учился в московской школе да я помню что у нас до пятого класса включительно были дети которые читать толком не умели они так по слогам как а я начинал с детей которые не умели читать мне приводили детей очень трудных детей с задержками развития детей гиперактивных детей аутичных я собирал вот эту группу и с этой группой работал в которой были намешаны самые разные дети но просто как пример ребенок пяти лет в начале у меня вообще отказались от принципа букваря ну когда есть буквар есть мама мыла раму у Нины были шары якобы это письмо письменная речь это же когда мы пытаемся из себя что-то вытащить речь это когда я и чую я из себя вытаскиваю что-то и моя речь это когда я из себя творю свой язык и когда у меня ребенок в норме там пяти шести лет мог например утром прийти и сказать вот мне сегодня он утром просыпается сочиняет стих и кричит мама я сочинил записываю он еще писать не умеет мама записывает и ребенок притаскивает в пять лет этот текст текст такого уровня вот я сейчас вспоминаю конкретно мальчик Алеша пять с половиной лет одеяло одеяло где ты бродил всю ночь тебя искал я прошу прощения грустно с него сбилась упала одеяло он превратил это в текст дальше я делал такие практики когда я работаю с агрессивным ребенком и вот он приходит начинает вот у него поток обиды ненависти я начинаю это превращать в текст не в картинку а в текст психологи часто работают свои свои злобы нарисуй пожалуйста свои страхи нарисуй пожалуйста я стал работать с детьми на прорисовывание вот себя внутреннего в тексте и вы знаете вот эти тексты именно когда я начинаю внутренний поток речи тормозить превращать в слова и это записывать это выполняла мощную терапевтическую функцию а в качестве побочного эффекта это стало приводить потому что дети научались читать научались писать и вдруг выяснилось научиться читать и писать можно без всяких букварей когда основой будет моя собственная речь которую я превращаю в текст и я стал вот сейчас я например в москве работы с большой группой школ это кластер школ высшей школы экономики там большой большой такой кластер где-то порядка 60 крупных комплексов там сейчас комплексы московские там от двух до десяти тысяч комплекс это что это когда несколько школ которые были в одном районе соединили под общей шапкой назвали это одной школой там соединили шесть детских садов пять школ это все называется сейчас одним именем трест такой большой образовательный трест и там где-то там порядка семидесяти восьмидесяти всего таких образовательных трестов трестов под видишь высшей школы экономики вот я с ними работаю и мы сейчас начали моделировать такое специальное пространство в детских садах и в тачалке в детских садах например когда мы записываем наиболее яркие наиболее интересные фразы которые бормочет ребенок вот ребенок играет катает машинки еще чего-то и у него время от времени прорываются очень яркие фразы очень яркие слова очень яркие конструкции мы обычно не над ней не обращаем на это внимание когда ребенку два три года он только начинает говорить мы еще записываем за ним первые слова а потом у него идет этот речевой поток но идет 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 мало ли что в нем есть но как только мы начинаем из этого речевого потока вычленять ценное это фиксировать пришпандоривать к бумаге прикрепливать прикнопливать и мы эти тексты записываем вдруг у нас возникает лингофе лингосфера у нас стены увешаны текстами которые написаны детьми я вас слушаю я понимаю что вот если я привел ребенка в кабинет там психологу наверное это все так реализуемо но дома же я так не могу я не подготовлен я родить они не умеют а я вас могу научить я могу начать вас учить дайте мне пожалуйста листок а4 бумажку бумажку на что это похоже на голубя это похоже на голубя который в полете это похоже на голубя который в полете и и у него хорош настроение это похоже на голубя который в полете и у его хорошее настроение и он за мир и он за мир и он за мир до который мир который он за мир который расслабьтесь отпустите себя на свободу это похоже на голубя который в полете и он за мир который мы все хотим иметь и он за мир который мы все хотим иметь чудесно и не имеем и не имеем так смотрите вдруг какая эта история начинает вырисовываться причем я работаю с синтаксисом я работаю вот с этим когда вы и я говорю там им за мир который вы понимаете что это уже относится к миру и вы наконец вначале вы сопротивляетесь и говорите ну что там объект сложные дети творят такие объекты когда я начинаю такую игру с семью они начинают такие друг другу давать пасы начинается такое взаимодействие начинается такой диалог мне приводит детей которые вы про которые говорит они не умеют слышать они никого не слышат они слышат только если может быть у меня студенты они взрослые правда может быть их как-то так увлечь если вы хотите если вы хотите я могу поработать с вашими студентами и извините пожалуйста так на всякий случай а еще нет меня на самом деле говорю ну правда заключается в том что я там работаю профессором ряда университетов я работаю со студентами я провожу тренинги креативности я вывожу человека и состояние когда он равен себе что такое состояние равного себе я все про себя знаю я есть то-то и то-то и то-то когда я делаю свои тренинги креативности вдруг человек начинает видеть себя совсем не таким каким он знал себя раньше и с удивлением говорит я могу быть таким если я пришел к вам там в офис кабинета занятия то вы это делаете это ваша профессия это большая там страсть там понятно но вот я пьяну про простой советский человек вот и ну как вы показали мне голуби который летит я понял ну а я то что вот я сейчас приду же я еще приду же я покажу голубя во первых это не то что можно сделать за 20 30 минут хотя есть в меня и мои люди у которых происходит некий прорыв и они начинают это дело достаточно быстро ну вообще-то я делаю какую-то систематическую практику когда с группой детей из группы родителей с группой взрослых делаешь хотя бы погружение на парочку дней вот я сейчас сюда приехал и мы делали такие пробники по полтора по два часа кто-то по а что за народ собрался разный собирался народ а были группы совершенно такого экзистенциального характера где разговор шел про всякие драмы человеческих переживаний про мужское и женское про то как нас плюсит жизни как мы из нее выкарабкиваемся чисто такие они предлагали свои темы конечно я работаю я никогда свои темы не навязывали мне очень важно чтобы тема рождалась здесь и теперь вы же понимаете тема это не то что можно людям предложить тема это то что человек в себе несет она просто не может быть глубоко спрятана в какой-то момент она начинает прояваться но если предложить его тему которая не живет она просто не ну естественно конечно разумеется конечно же конечно и мне очень важно зацепиться я смотрю на глаза я смотрю на реакции я смотрю на лицо я да а вот еще что я работаю вот я понял что я работаю психологическим переводчиком когда человек пытается что-то сказать у него первоначально не хватает слов но я нахожу какие-то слова я начинаю говорить вы об этом вы об этом а ваши глаза говорят да да или нет то есть я в большей степени владею вербали безусловно нужно счет и вытащить если он разумеет не привык из себя вы конечно но естественно и тогда я начинаю становлюсь толмачом который помогает ему озвучивать вот когда вы спрашиваете как там за 30-15 минут понимаете я не работаю со всеми вообще мне не интересует массовая аудитория вот вы сказали но лишь то вы пишете видите ли я книжки пишу не для массовой аудитории во я пишу для самого себя книжка это то что мне помогает самому себе что-то прояснить это во первых с вами разговариваю тоже не делал аудитории прошу прощения и не для вас они самого себя у меня всегда есть надежда через вас и могу проговорить какие-то вещи которые ну станут не самому более то есть вы собственно говоря для другой человек нужен для того чтобы чуть-чуть продвинуться в понимание самого себя и слава богу если иногда такие люди но я же все-таки цель помочь человеку нет вот смотрите вот пришел к человеку и без своей помощи стоп 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 вот смотрите тут есть некоторая ловушка если я натурально начинаю думать о себе как о человеке который вот вы ко мне пришли я хочу вам память я буду таким благодетельным ну знаете есть такое поэта грех гордыни еще какая-то глупость такого рода ну такой крутой так я много видел профессионалов так называемых профессионалов которые становятся функционалами я функционирую при своей профессии и всякий раз когда я встречаюсь со своим клиентом ну собственно я знаю как ему помочь это обманка потому что конечно все эти человек уходит человек это не то существо которому можно вот таким образом помочь человеку можно помочь только в диалоге если я через вас помогаю самому себе то есть скажем так через каждого своего клиента я что-то понимаю новое про самого себя поэтому для меня индивидуальная психологическая работа это всегда новый этап открытия себя поэтому она продуктивна иногда меня спрашивают почему допустим вот там кто-то ходил кому-то там на много много сессий потом приходит ко мне мы за две сессии разруливаем какой-то круг проблем он говорит почему так эффективно потому что я с вами работаю впервые потому что я не работаю с вами схемами у меня нет ключей априорных с помощью которых я могу понять как решать вашу проблему каждая проблема абсолютно индивидуально если мы вот эту индивидуальную пластику вашей проблемы почувствуем тогда что-то удастся и если через вашу проблему я сам своих проблемах продвинусь тут мы на самом деле зацепили очень серьезную штуку потому что в соединенных штатов врач риэлтор страховой человек каждый у кого есть лицензия если он выходит за рамки схемы и что-то случает если ничего не случилось спасибо никаких проблем но если что-то случилось а он еще и за рамки схемы вышел у него просто лицензию заберу вот если случилось но за рамки схемы не выходил то есть тогда ответственность групповая там у тех схемы а что значит что-то случилось что-то случилось это допустим кто-то умер кто-то заболел кто-то потерял здоровье, кто-то, я не знаю, каким-то образом, но он в претензии. Бывают самые разные вещи. Деньги потерял, например. Или думают, что если бы не это, он бы не потерял, а из-за него потерял. Ну да, это сфера моей ответственности. И если я достаточно определенно могу сказать, что таких случаев у меня не случается, то для меня выйти за границы схемы, это как раз выйти в область, собственно говоря, человека, в область человеческого. Это помочь по-настоящему. И если человек... Да, я не работаю в американской системе, я работаю в российской системе. И я даже не в системе работаю. Я работаю так, чтобы просто конкретно люди могли обнаруживать свой собственный ресурс благодаря работе со мной. Когда я говорю выходить за рамки схемы, это же не означает, что я работаю непрофессионально и импровизационно. За рамки схемы это означает, что я должен понять, с кем я сейчас работаю. Вы не еще один дополнительный клиент. Я работаю с вашим личностным пространством. А ваше личностное пространство всегда абсолютно индивидуальное. Абсолютно. Хотя слова те же самые, буквы те же самые. Но только тогда, когда я дохожусь до вот этого. То есть в параллексальном смысле я могу сказать, что нет общности проблем. Они чем-то друг на друга похожи, но только чем-то. А вот в медицине есть, вот вирус. Вот этот вирус. В медицине есть, поэтому медицина может лечить лекарствами. В психологии мы можем, во-первых, я не лечу, но мы можем строить диалог. Диалог может строиться только здесь и теперь индивидуально. И он может быть разной степени продуктивности. И с этой точки зрения я не даю советов, я не даю рекомендаций, что делать. Но я создаю то пространство, в котором вы сами вдруг находите какие-то основания изменения своего угла зрения на собственную проблему. А если угол зрения изменился, это уже практически... Это большое дело. Это, извините, чуть-чуть сместить. Но, извините, пожалуйста, не я вам впендюрил. В разговоре. Не я сказал, я не знаю, как менять ваше угол зрения. Но почему-то мы что-то с вами проделываем такое, в результате чего мы расстаемся и вы говорите, опа, а я немножко по-другому стал смотреть. На то, во что я упирался, 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 и, что называется, бился лбом в эту стенку, и постоянно в этом круге болтался, и мне со всех сторон прилетали... Я кучу книжек прочитал. А может сказать, вот я с ним целый час проговорил, ничем не помогло, но у меня давно назревало, и я вот теперь другой человек, а это вообще даже... Может быть, может быть. И иногда действительно... Хотя нет, практика в идеале... Это идеальная ситуация, когда человек от меня уходит... Даже не понял, почему. Какой-то вообще ничего не понял, что происходило, потом проходит несколько часов, говорит, но я-то сам-то зато решил свою проблему. Да, конечно. Он мне не помог, но я-то себе помог. Да. А я внутренне аплодирую. Ура, это то, что надо. Угу. А это организация субъектности. Не я тебя лечу, а ты лечишь себя, но почему-то в результате того, что вот мы наплели каких-то вот этих ходов, посмотрели с этой стороны, с этой стороны. Поэтому обычно два человека заплутилось. Слушайте, а вот современная российская школа. Ага. в Учительской газете вел битву во время перестройки, там, в 85-й год, где-то он вел битву против Академии Педагогических наук, якобы, вот, которая задолбала и поставила раком, значит, учителя, которое есть святое, и критиковать его, не дай бог, нельзя, учителю. А вот это вот Академия, и вот это вот... Вот сейчас есть это проблема? Да, там немножко другая ситуация. Вопрос не в том, что... Опять же, это нехватка слов. Вопрос не в том, что Академия поставила раком. Вопрос в том, что вот так называемые педагогические учёные, а их пруд пруди, их невероятное количество. Их есть, их есть. Раз уж про это пошла речь, мы никогда не задумывались, почему Академия Педагогических наук была в России создана в 1943 году. Война идёт, делать больше нечего Академию создавать. Это был один из инструментов создания единомысля. Конечно. Ну, разумеется. Конечно. Ну, конечно же. Есть известный случай, когда Мышинский, побывав на заседании Академии Педагогических наук, вышел возмущённый и сказал, я тут слышу какие-то разные точки зрения, вы сказали, это не то место, где разные точки зрения, это там, где политика партии проводится. Абсолютно верно. Академия Педагогических наук позиционировалась исходно как инструмент идеологического воздействия. Как инструмент, с помощью которого можно впендюривать в сознание детей разные идеологические системы. Как и вся школьная система. Ну, естественно. И вся система, педагогические... Система, да, но всегда, знаете, всегда есть следующая история. Есть система, ну, в России, во всяком случае, всегда было так, а есть люди. Реальная педагогика всегда была неизмеримо более богата, чем система. Ну, конечно. И поэтому в самые идиотские времена, когда существовал просто полный вот этот абсолютный вот такой вал идеологического бреда, всегда были люди, всегда были учителя, которые находились с детьми в диалоге. Да. Всегда была живая жизнь. Так вот, а Академия, я возвращаюсь к вопросу заданному, Академия работала не как инструмент, внимание, исследования школы, не как инструмент понимания, а что реально происходит в этих школьных кандидорах, а что на самом деле происходит во взаимодействии учителя и ученика. Академия работала как инструмент по изобретению разного рода симуляторов по лапюках и всякого бредятины, которые можно было бы обозначивать, что нам надо. Смотрите, что есть вообще наука? Ну, есть такое слабое предположение, наивное предположение, что любая наука – это инструмент исследования реальности. И с той точки зрения, если педагоги какая-то наука, она должна ли исследовать что? То, что на самом деле происходит в школе. Что происходит на уроке, во взаимодействии учителя. Ну, поскольку там много чего происходит. А для этого необходимо постраивать систему наблюдения, как минимум. Вот, извините, как физики исследуют физическую реальность? Он строит большой андронный коллайдер. И там одни частицы долбят другие частицы. И получаются какие-то эффекты, которые записываются. А потом напрягаются мозги и думаются, и думается, а что там происходит. Я что-то не видел академических ученых, которые приходили в школу просто наблюдать, думать. Нет, поднимание, услышите меня. Приходили в школу наблюдать. Они приходили совершенно с другим. Они приходили учить. Вот, извините, я не могу себе представить ученого, который начинает учить, как себя вести, Базон Хиггса. Он говорит, так, Базон, ты должен себя вести так-то и так-то. Это глупость. А ученый педагогический изобретает педагогический принцип. И говорит, так, школа, ты должна строить проект по такой-то модели. Я придумал модель, построй себя по этой модели. Вот про что писал Симон Львович. Он говорил, он пытался мучительно сказать вот что. Поскольку сам Соловейчик довольно много ездил по школам и сидел на разных уроках. Он постоянно чувствовал следующую вещь. Во все те якобы научные, на самом деле паранаучные схемы, которые создает ученая-педагогика, реальное пространство живого урока не попадает. Вот то, что делает... Для этого нужен педагог, который все это делает. Педагоги есть. Для этого нужен интерпретатор. Для этого нужен человек, который пытается рассказать педагогу, не научить его как надо, а рассказать, а что происходит вот на этом конкретном уроке. Но это то понятие, которое я достаточно давно разработал. Я его как бы... Ну, не понятие, но слово. Слово, которым я пользуюсь. Для меня очень важно, что у нас в педагогии не существует феномен педагогической критики. В том смысле, сейчас я поясню, в том смысле, в котором существует литературная критика. Окей, сейчас скажу. Вот смотрите. Вот что такое литературоведение наука? Вот в основе этого литературоведения... Вот есть несколько этапностей. Первый этап. Писатели пишут книжки. Да. Окей? Руководствуясь направлением данным партии. Если вы... Да. Так. То есть, они на самом деле никаким направлением не руководствуются. Что называется, каждый пишет, как он дышит. Чего это там кропается? Да. Потом, в какой-то момент, возникает феномен литературы или театральные критики. Да. Когда появляется неистый Вовиссарион, который Белинский, и вдруг начинает народу объяснять, а про что он, наш любимый Евгений Онегин, и про что он солнце русской поэзии, которая во времена Белинского еще не была солнцем русской поэзии, как известно. Поскольку солнцем он стал несколько позже, когда появилась интерпретация, ну, скажем, Достоевского или еще кого-то. Но он пишет некий текст, который задает угол зрения. И у нас уже, кроме Пушкина, есть Белинский, и с этим углом зрения можно спорить. А потом появляется Писарев, условно говоря. И это абсолютно иная интерпретация. А потом появляется, допустим, Набоков. И это абсолютно иная интерпретация. Или появляется Лотман, и это совершенно иная сумма иных интерпретаций. И появляется поток диссертаций, имеем Регион, который дает еще уйму разных интерпретаций по поводу вот этого всего написанного Пушкина. Появляется литературная критика, также театральная критика и так далее. А уже на фундаменте вот этой литературной критики можно строить теорию литературы. Так вот, у нас в школе нет этого. У нас, когда мы приходим на урок к учителю, мы знаем, зачем мы приходим. Мы хотим увидеть там то-то, то-то, то-то и то-то. Методическую схему. Ну, подождите, но в те времена, когда вы, о которых вы говорили, значит, это, конечно, был, я не знаю, там был Пирогов, был Ушинский. Были люди, да, и была критика, и было все, что угодно. Но это же было до советской власти. А потом мы получили Крупскую, Надежда Константиновна. Абсолютно верно. Потом мы получили Академию Педнау. Сто процентов. Поэтому мы, что же, мы... Традиция... В литературе. Традиция педагогической... Традиция педагогической критики у нас была абсолютно поломана. Она была подменена вот этим идеологическим трактором, который наперед знает, как надо. И поэтому все наши педагогические диссертации писались, ну, по одному очень простому клише. Я должен дать рекомендации вот этой ре... Я должен не изучить реальность и ее понять, а я должен дать ей рекомендации. Поэтому у нас сформировалась вот эта... Ну, надо что-то изучить. Я писал диссертацию по педагогическим наукам. Я могу сказать, что там очень много чего надо изучить, прежде чем дать рекомендации. Изучить, извините, книжки. Нет, нет, жизнь. Реальную практику. Реальную практику. А вы можете рассказать про ваш инструментарий наблюдения, интерпретации? Вы можете... Вот когда Дарвин делает свою книжку, извините, он едет на свои Галапагосские острова. Он целый год, извините, пожалуйста, занимается тем, что он рисует носы этих самых бьюрков. Он исписал вот тонны бумаги с этими носами. Ну, только, не только с носами. А потом на основании этого он делает какие-то обобщения. То есть, прошу прощения, есть полевое исследование, полевое наблюдение. На основании этих полевых наблюдений мы вообще начинаем что-то понимать. Извините, пожалуйста, наши педагогические диссертации пишутся совершенно по-иному, писались все время. Не знаю, что сейчас с ними происходит. Но они писались так. В результате мы получили прорву, невероятную прорву так называемых ученых с диссертациями и книжками. Грош, которые... Они в основном готовились для того, чтобы преподавать в вузах. Это да, но у них у всех степени. Вот когда я думаю, у нас самая схоластическая дисциплина, конечно, была, это научный коммунизм. Предмет без пред... Да, наука без предмета. Вторая по схоластичности, это педагогика, которая умудрялась тоже быть наукой без предмета. Там, понимаете, что получается? Значит, есть наука там как воспитание, чисто политизированная, да? Ну, конечно. Теория воспитания. Дидактика, как фактически, как бы функция такая психологии на самом деле, как усваивает человек. Дидактика, это наука о том, как человек понимает вещи. И методика, это как конкретно донести. В СССР была потрясающая совершенно методика преподавания. Методика, это нестовесение, а это немножко другая история. Упражнения, задачи, которые решались, цепочки выстраивались, учебники писались, потрясающе. Нет, вот опыт вот этих, как ты изобретал, был хороший. Наука, вот если я беру жанр диссертации, если вы просто прошвестите кучу педагогической, так называемой, литературы, самые разные, которая выпускалась, вы увидите, что это, в общем, масса пустоты. Я согласен, я много читал. Этот кайзи, я вам сочувствую. Я, к сожалению, не мог много читать, потому что, как только я заглядывал... Но такое страна, да. А ты, значит, не читали. Тогда говорите правду. Я много пролистывал. Ты читаешь до места, где ты начинаешь медленно читать. Меня Господь уберег, извините. Когда я заглядывал в педагогическую литературу, мне хватало на пять строчек, я книжку убрал и беру. За редкими исключениями. Я знаю одну, например, выдающуюся книжку педагогическую. Ну, не одну, еще несколько. Но, например, многие знают, есть такая выдающаяся книжка, педагогическое под названием, называется «Педагогическая полема». Да, но это о воспитании. А она не о воспитании, заметьте. В ней вы не найдете ни одного теоретического положения. Потому что эта книжка является неким литературно обработанным педагогическим дневником, где дается... Вот это и есть жанр той самой критики, про которую я сказал. Но это так литературно подано, что мы вот эту фактуру видим, и сквозь фактуру мы видим педагогику. Вот это и есть то основание, на котором дальше может строиться научная интерпретация. Но, к сожалению, у нас сегодня вот этих педагогических поэм очень мало. В живых журналах я нахожу иногда учителей, которых читаешь просто как захватывающий роман, когда они просто пишут отчет о том, что происходит. О своих изобреталовках. Когда учитель делает какой-то прорыв к ученику и, условно говоря, пишет некий текст, текстик, пост пишет на тему Айда Пушкина, Айда Суркинсил. Ах, как круто я сегодня изобрела шикарную... Я вспомнил, знаете, что, возвращаясь к словечку, он, что называется, поднимал на щит учителя, там, новатора, как это назвать, новатора. И он их противоставлял науке. Смотрите. Потому что они не были учеными. Они были просто хорошие педагоги, талантливые. У них было видение. Но они не были наученными. Но, слава богу, я не знаю, что такое педагогический ученый. Назовите мне, для меня Маккарин, это ученый или не ученый? Это как раз вот та практика, которая написана таким образом, что я знаю. Вот это педагоги, это текст, это педагогический текст. К сожалению, вот это слово новатор, оно было, опять же, советски некорректным. Там предполагалось, что новаторство это то, что затем внедряется и распространяется. Качественная педагогика, и для меня это аксиома, не подлежит внедрению. Ее нельзя обобщить и распространить. То есть вот этот технолог... Через методичку. Ну, естественно. Потому что каждый педагог творит свою педагогику впервые. Я могу читать много разных книжек, но я не становлюсь эпигоном чужих педагогик. Я создаю всегда свое. И с этой точки зрения для меня педагогика очень близка какая... Для меня педагогика это скорее культурный феномен, ну как литература. Литература, ну например, что будет, если вы... Например, вам нравится стиль 2 Николаевича Толстого. И вы решили его внедрить в массовую литературную практику. Литературу умрет, как и тотальное толстовское пегонство. Ну или, допустим, Лесков нравится. Ну или еще кому-то. Вы скажете, это бред. Или, допустим, вам нравится Юрий Петрович Любимов. И вы решили его внедрить везде. И у вас малый тят стал косить под Любимова. Вы скажете, это глупость, потому что культура развивается в диалоге. Никто никого не внедряет. Так педагогика это точно такой же культурный феномен. Его внедрять невозможно. Но мы можем вступать в диалог. Когда я сталкиваюсь с чужой практикой, я с ней знакомлюсь, я говорю, ого, я делаю что-то похожее на другое. Она дает мне импульс. Я становлюсь не рабом, и когда я знакомлюсь с так называемой методикой. Да я не методику начинаю реализовывать. Эта методика дает импульс к некоему развитию моей собственной педагогической практики. Я развиваю свою самость. Когда вы работаете педагогом, вы на самом деле являетесь только собой, а не реализатором каких-то чужих идей. Но при этом, естественно, запитываешься. Но культура в вас напитана, конечно. Условно говоря, когда какой-нибудь современный писатель пишет, естественно, он начитался и этого, и того, и другого. Нет, я не Байрон. Ну, конечно. Другой. Да, но при этом. Но по секрету скажу. Ну, похож, похож. Но Байрона я читал, конечно. Да, и многие говорят, похож. Ну, да, да, разумеется. Так бывает. Я кое-кого читаю. Действительно, писатель читает много чего. Но он мне... Когда я напропалую начинаю косить под Бродского, я становлюсь просто имигоном. Знаете чего? На практике-то, ну, все-таки, мы же в реальном мире живем, правильно? Даже не то, чтобы сильно изучая реальный мир, а так, даже просто живя там и оглядываясь вокруг, мы знаем примерно, кто идет в педагогические институты. И, безусловно, там есть очень талантливые и очень любящие детей люди. А есть любящие, но не очень талантливые. А есть вообще, которые потом никогда в школе не работают. И дальше вопрос. Вы говорите, вот этот человек, который равен себе, да вы ему еще и методику не дадите? Вы знаете, что начнется? Стоп, внимание. Еще учебника не будет. Так, внимание, стоп. По-моему, задачик не задать. Во-первых, я не говорил не давать методику. Я не говорил, что нужно давать. Я другом, сильной личности вот той нет, которая может сама понимать. Давайте так. Начнем с того, что в наши вузы, российские во всяком случае, в принципе идет очень много хронов. Извините за жесткие слова. В педагогические? Не только в педагогические. Ну, поймите, мы все являемся наследниками институтов красной профессуры и много-много чего. Когда мы сделали всеобщее советское массовое образование, надо же было понимать, и надо понимать, что образование – это не то, что человеку можно дать. Это то, что он сам может сделать.